Биржа закрыта уже целую неделю. Почему она закрыта? Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас московская биржа не работает уже целую неделю. И, судя по всему, раньше 9 марта она точно не откроется. Почему это происходит? Ну, смотрите, в связи с последними событиями, которые нельзя называть, возникли ситуации, которые резко повлияли на положение дел в нашей стране, положение бизнеса. И очень резко все упало, и нерезиденты уходят из страны. И в стране, да, средства Центробанка, там, больше половины средств Центробанка, как ни странно, оказались заблокированными на иностранных счетах. И в результате ответных действий блокируются здесь счета нерезидентов. Набиулина предпринимает отчаяннейшие попытки для того, чтобы стабилизировать курс валюты и чтобы стабилизировать фондовый рынок. Так вот, для того, чтобы стабилизировать фондовый рынок, торги на бирже просто закрылись. Ну, обычно как? Если, смотрите, какой-то актив падает более чем на 10%, то по правилам биржи, значит, приостанавливаются торговлю этим инструментом. Значит, там сдвигаются какие-то параметры риска, и потом возобновляются торги. Это нормально, это логично, но сейчас по всем инструментам все рушится, и биржа закрыта уже на неделю. Почему это происходит и что происходит там за кулисами? Сейчас я выскажу личное свое предположение, ну, а вы подумайте, прав я или нет. Смотрите, ну, в связи с снижением кредитного рейтинга России, меняются риск-параметры, и иностранные, ну, не резиденты, то есть есть целые огромные фонды, крупнейший из них BlackRock американский, это фонд, который содержит пенсионный фонд, ну, как бы пенсионный фонд, он огромный, он крупнейший в мире. Так вот, у этих фондов, у них стратегия, а в стратегии записано, что, значит, есть какие-то разные страны, там диверсификация по странам, там абсолютно смотрят спокойно на всякие, ну, там, политические мотивы и так далее. Они в качестве, ну, политика распределения активов, она такая, что активы должны максимально широко быть распределены буквально по всем странам мира, включая Россию, в зависимости от объема их экономик. Объем экономики России это полтора процента от мирового объема всех экономик, поэтому, ну, полтора процента от своих активов фонды вкладывают в Россию. Но, кроме того, кроме объема экономики, еще играет роль кредитный рейтинг каждой страны. И там написано, что можно вкладывать, например, только в правилах просто фонда, так написано, что можно вкладывать деньги только в активы с рейтингом не ниже такого-то. И рейтинг сейчас сразу на несколько планок упал вниз. То есть, наша страна перестала соответствовать этим критериям. И эти компании, которые имеют совершенно небольшие деньги по их параметрам, совершенно небольшие, по нашим параметрам, это деньги просто колоссальные. Они будут просто, ну, это известно, они будут выводить эти деньги из активов российских. К чему это приведет? Ну, смотрите, вот, скажем, есть деньги частных инвесторов на бирже, да? И есть деньги институционалов, так называемые. То есть, это вот всяких вот этих вот фондов. И, ну, вы знаете, что население у нас не самое богатое, поэтому денег, вот, скажем, частных инвесторов, вот, ну, как бы столько, и денег вот этих институционалов вот столько, например, да? И, соответственно, когда крупные компании, крупные фонды, соответственно, с своей политикой, то есть, рейтинг понижается, они, значит, по любой цене сбрасывают эти активы. Поэтому, значит, будет большой выброс, и кто его купит? Вот эти вот частные инвесторы, а их мало, их совсем мало. И если одновременно будет, вот, сброс огромного числа бумаг, то логично, что они упадут. И именно это произошло, вот сейчас в России биржи закрыты, а именно это произошло на лондонской бирже, которой, значит, там все нормально, у них никаких проблем нет. И на лондонской бирже обращаются бумаги крупнейших наших компаний, и все смотрят и говорят, там, ну, там, бумаги некоторых компаний, в частности, там, Прев и Сбербанка, например, упали до одного цента за штуку. И все говорят, вот, вот до чего упал фондовый рынок, и Сбербанк упал до нуля. Ну, ребята, вот, как бы, это не значит, что Сбербанка, что цена, там, или стоимость Сбербанка, стоимость этих активов ноль. Это значит, и, там, когда стоимость активов ноль, это значит, что компания банкрот. Но мы-то знаем, что Сбербанк не банкрот, Газпром не банкрот, ну, да, у них есть колоссальные убытки, но они не банкроты. И поэтому, когда вот этот вот ажиотажный сброс акций, то, в общем-то, их стоит брать, потому что цены минимальные. И, ну, конечно же, конечно же, это, ну, не совсем справедливо, поэтому, да и компании, в общем сказать, ну, кто их будет брать сейчас, именно этим и занимается Центробанк. Центробанк. Смотрите, ну, Набиулина что сделала? Прежде всего, повысила ставку рефинансирования до 20%. Это очень здорово поднимает ставки по кредитам и по депозитам, соответственно. И получается, что это, вообще говоря, ведет к увеличению стоимости национальной валюты, просто очень сильному укреплению рубля, как бы, да. Но он ослаб за счет вот этого санкции, за счет того, что нас отключают от свифта и так далее. Поэтому абсолютно логичное действие. Но рубль продолжает падать, уже рубль к доллару там за 120, значит, полетел. То есть повышение ставки, повышение ставки сначала отбросило, то есть доллар взлетел до 110, Набиулина повышает ставку до 20%, и, значит, соответственно, рубль укрепляется там до 94 рублей за доллар, даже ниже был. Но при этом, значит, все равно паника, и паника продолжается, рубль продолжает падать тогда, что дает Центробанк. А надо сказать, что вот на валютном рынке торги шли. Центробанк делает следующее, значит, на следующий день заявление, что вводится комиссия в 30% на покупку валюты на бирже. И сразу, оп, и на бирже. Если раньше, ну, крайне выгодно было, я всегда говорил, что покупайте валюту только на бирже, потому что это выгодно, но с 30% комиссией это моментально стало невыгодно. Ну, причем настолько невыгодно, что просто совсем невыгодно. На следующий день объявляют, что не только для физиков, но и для юриков, вообще для всех комиссия одинаковая, и она будет составлять 12%, а не 30%. Ну, это уже, ну, уже не такой непреодолимый барьер, уже теоретически, если кто-то хочет купить доллары, то, в принципе, ну, это будет примерно то же самое, что купить доллары в банке, но как-то уравнивает более-менее покупки доллара в банке и у брокеров. Но, 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 но на эти, как бы, не поспекулируешь на валюте, вот так вот. Ну, а поспекулировать можно, конечно же, на срочном рынке, очень легко, но срочный рынок сейчас закрыт именно для того, чтобы никто не спекулировал. И вообще все рынки закрыты аж до 9-го числа, кроме валютного. Вот, ну, а валютный закрыт, потому что выходные. Что надо делать в ближайшее время, и что делает Центробанк? Я думаю, что Центробанк сейчас, да, и правительство, правительство, мы знаем, выделило около триллиона рублей на стабилизацию фондового рынка, как бы, да. Что это значит? Это правительство включило программу, грубо говоря, КУЕ. Теперь вы знаете, что такое КУЕ в российском варианте. Это, ну, и это классическая вещь, quantitative easing, то есть ослабление монетарной политики. То есть правительство выделяет из фонда национального благосостояния триллион рублей. Куда эти деньги пойдут? Они идут в Центробанку. Центробанк на эти деньги будет выкупать на рынке ценные бумаги для того, чтобы предотвратить обвал фондового рынка. Почему триллион рублей? Ну, потому что, наверное, они посчитали, сколько денег принадлежит иностранным компаниям, вот этим вот нерезидентам, и пока закрыта биржа, я думаю, это чисто мои домысли, что сейчас представители Центробанка ведут переговоры со всеми крупнейшими нерезидентами, там ни для кого не секрет, кому это принадлежит и в каком количестве. Они ведут переговоры о том, ну, как они, в каком количестве нерезиденты хотят продать ценных бумаг, и, значит, ну, они хотят эти ценные бумаги выкупить. Я думаю, что речь идет о внебиржевых сделках сейчас. Во-первых. Во-вторых, речь идет о торг, я думаю, очень активный, о том, что давайте мы, да, Центробанк запретил продавать просто нерезидентам наши активы. Почему? Потому что, ну, потому что они заблокировали наши счета за рубежом, счета Центробанка, и они говорят, ну, вот вы там разблокируете наши счета, а мы вам, ну, фонд национального благосостояния и так далее, он весь лежит там, оказывается, за рубежом, не весь, а 60%. Вот. То есть, из-за этих, ну, вы разблокируете деньги, мы вам отдаем эти деньги и так далее. Вот. Я думаю, что за кулисами сейчас проходят очень-очень интенсивные вот эти вот переговоры о том, как будет происходить все, и именно поэтому биржа закрыта. То есть, сейчас идут переговоры, и, возможно, большая часть, я уверен, что большая часть этих активов будет выкуплена Центробанком именно через внебиржевые какие-то инструменты, то есть, через внебиржевые сделки, и, соответственно, чтобы объем продаж на бирже в момент открытия был минимальный, чтобы, ну, не было такого, что по одному центу. Ну, вот и все. Вот. Потому что, ну, в панике, когда вот такой резкий огромный объем, ну, там, то есть, непонятно, как выкупать, в каком объеме выкупать. То есть, соответственно, я думаю, что большая часть выкупа иностранных активов произойдет по внебиржевым сделкам, но это чисто мои домыслы. Вот. Но по-любому, что планируется, это планируется, ну, во-первых, ключевая ставка уже повышена, значит, Центробанком до 20% годовых. Сейчас идут активно поиски других инструментов, которые позволят стабилизировать курс, стабилизировать фондовый рынок, и не факт, что ставка будет повышаться, то есть. То есть, сейчас, в соответствии с повышенной ставкой, облигации резко упали в цене, и, как я рассказывал про облигации, я же не зря рассказывал про облигации, то сейчас облигации являются одним из самых доходных инструментов. Я тут как посмотрел какую-то, ну, там, табличку, что по корпоративным облигациям там можно найти доходность, ну, так, 80% годовых, то есть за 30% от номинала можно купить облигации. Ну, я уверен, что это надо делать, и это надо делать на открытии уже 9-го числа, поэтому те, кто уже открыл брокерский счет, я думаю, что просто вот, блин, ребята, берите деньги и вкладывайте их вот в первый же день, ну, буквально в облигации, ищите 80% доходность, это что-то, это нечто, и я постараюсь, ну, как бы, проанализировать, что и как, но, в общем, это надо будет делать. Может быть, даже до открытия биржи ставить заявку, так сказать, на аукцион, там, и так далее, по каким-то облигациям. Я постараюсь поискать эту информацию и донести вам еще до открытия биржи, до 9-го числа. Ну, а тем, у кого еще нет брокерских счетов, я очень советую открыть брокерский счет. Для этого надо вон туда перейти, это, значит, в описании, там, в самом низу будет ссылочка «Открытие инвестиций от меня» и «Открытие брокерский счет». По этой ссылочке я могу сказать, что вот недавно посмотрел расписание офиса «Открытие брокер». Они работают все эти дни. И 6-го, и 7-го, и 8-го марта офис работает. Я был потрясен. Ну, то есть, экстраординарная ситуация. Есть очень много людей, вы не поверите, которые хотят открыть брокерский счет. Есть люди, которые говорят, а, открытие под санкцием, там оно разорится. Друзья мои, открытие – это, ну, по крайней мере, один из крупнейших брокеров. Кто не может разориться, так это крупнейшие брокеры. Это первое. Второе. Главный акционер открытия, открытие брокер – это банк открытия. А банк открытия на 100% фактически принадлежит Центробанку России, ЦБ России. То есть, если кто-то говорит, что открытие там как брокер разорится, ну, я думаю, что это напрасное, как бы, волнение, потому что, наоборот, все остальное разорится и открытие останется. Вот что я вам скажу на это дело. То есть, сейчас люди мечутся, бегают, говорят, надо переводить срочно активы к другим брокерам, тут не работает ничего. Да не работает ничего всюду, во-первых. Во-вторых, значит, ну, если, как можно открыть и разориться? Если Центробанк разорится, вот так вот. Главный акционер? Нет, конечно. Я думаю, что открытие не разорится. И меня уже спрашивают люди, вы не поверите, что хочу открыть брокерский счет, потому что хочу купить акции. То есть, есть люди, которые хотят купить акции, есть люди хотят купить обликации. Ну, а я буду смотреть, у меня огромный кэш, как вы видели в портфеле, который 100 тысяч рублей, и там 50% кэша. Я думаю, что наступает момент, когда этот кэш надо вкладывать, то есть, ну, как бы свободные деньги надо вкладывать в те активы. И я просто посмотрю, насколько изменился баланс этого счета, этого, то есть, там 50% было в рублях 50 в валюте, ну, то есть, валютная часть выросла, рублевая часть упала, значит, надо докупать рублевую часть. Значит, надо докупать рублевую часть. И как раз так, как она снизилась, то, соответственно, там выгодные цены, все абсолютно логично. Я просто посмотрю, насколько она снизилась, и буду доводить рублевую часть до 50%, тем более, что с долларовой частью пока еще ничего нельзя сделать, потому что торги как раз на бирже СПБ, ну, они прикрыты. Вот, а американские акции, американские акции тоже пока еще прикрыты для клиентов брокера открытия, потому что брокер открытия, как и брокер ВТБ, попали под санкции. И сейчас как раз вот почему они работают без выходных, потому что, наверное, они сейчас решают, как это дело открыть, то есть как открыть полноценные торги, опять же, акциями на СПБ и на московской бирже, акциями иностранных компаний. Напоминаю, что акции иностранных компаний на московской бирже можно купить, ну, во-первых, как за рубли, так и за валюту, можно купить на фондовом рынке московской биржи, а можно купить только за валюту и только за доллары на бирже СПБ. Так вот, в данный момент биржа СПБ последней тоже не работала, и потом торги открыты, но они с 17 часов, во-первых, открыты, когда уже открывается биржа в Нью-Йорке, во-первых, а во-вторых, эти торги были открыты только на продажу. Но, по крайней мере, в открытии брокер не было, они были недоступны для продажи даже. Почему? Потому что открытие попало под санкции. Я думаю, что сейчас этот вопрос как раз очень-очень активно решается, обсуждается, поэтому они работают без выходных. Вот что сейчас происходит за кулисами, насколько я понимаю. И так не может продолжаться долго. Дело в том, что, ну, есть такое понятие, оказывается, как, не помню, как оно называется, короче говоря, держатели облигаций имеют право потребовать выкупа облигаций у эмитента, если торги по облигациям не проводятся в течение, там, ну, более чем 7 дней. Ну, это условия по облигациям у Яндекса есть и у Озона, насколько я понимаю. И поэтому прошел слух, что Озон, вернее, Яндекс может стать, ну, как бы, дефолтным, потому что оказывается, что у Яндекса сейчас недостаточно денег для того, чтобы выкупить облигации. Но я вот последнюю информацию читал, что Яндекс вроде бы выплатил купон по этим облигациям, то есть, ну, нашел средства. Вот такие дела. Ну, а насчет требования выкупа, ну, оно пока остается в силе, ну, я думаю, что не потребует выкупа и все справится. Ну, как бы, теоретически очень маленькая вероятность этого есть. Ну, я думаю, что она очень маленькая. Напоминаю, что у меня акции Яндекса есть, их довольно много. И я радовался, они очень сильно росли, потому что я их купил в период падения в свое время, ну, и сейчас они упали. Так что, вот такая история, то, что сейчас происходит на бирже. Ну, а что будет потом, ну, посмотрим. А на сегодня все. Лайк, подписка. Не забывайте инвестировать, инвестируйте, начинайте. Если не открыт брокерский счет, очень советую открыт. Хотя кажется это абсолютно, ну, бессмысленно, кажется нонсенсом, но вы видите, что люди, у которых есть инвестиции, они как раз в такие трудные времена чувствуют себя намного лучше и спокойнее, и даже есть пространство для маневра. А тех, у кого нет денег, нет инвестиций, тем намного сложнее пережить эти сложные времена. Поэтому открывайте брокерский счет, переходите по ссылочке вон там, переходите по ссылочке вон там и начинайте инвестировать, если вы еще не начали этого делать. Ну, а все, спасибо. Лайк, подписка и до встречи. Пока-пока-пока.